Музыка Здравствуйте! Мой гость Сергей Иванович Гаврилов, писатель, историк. Итак, сегодня я попрошу его порассуждать о нашем времени через его профессию историка. Вот чего-то я задумался, Сергей, что мы присутствуем в этой жизни. Что останется из того, что мы сейчас видим, останется в истории? Что будут изучать через 25 лет, это совсем небольшой срок, может даже позже, школьники и студенты. Что из этого времени останется навсегда? Что? Можно вопрос переначать как-то? А пожалуйста! Вот смотри, Виктор Данилович, не что останется, а как останется, каким образом. Каким образом? Это интересно, порассуждай. Вот смотри, да я не хочу рассуждать, это, так сказать, не я придумал, вот, так сказать, хронология времени, которая одно направлено, бесконечно и неуничтожимо. Вот мы сейчас с тобой сидим, если бы не было камер, не было камер, и ты бы там не посмотрел еще раз 20 свою передачу там где-нибудь на монтажном столе, то мы бы вышли отсюда, вышли отсюда, и это время было бы уже историей, то есть каждая прошедшая минута, она бы покрылась такой мифологической пленкой. Потом через неделю ты бы уже стал морщить лоб, о чем я там с ним говорил, а через год ты бы только очень-очень примерно помнил тему, на которую мы с тобой рассуждали. Ну, собственно говоря, вот вся история так и делается. А профессия историка – это возможность, вернее, способность человека реконструировать историческое прошлое. Вот традиционно нам больше всего известно, сейчас начнут загибать пальцы, о древнем мире археологии, то есть она не деформируется, там устоявшееся представление, так сказать, меньше, чуть-чуть меньше мы знаем о Средневековье, мало знаем о новом времени, то есть там люди спорят о чем-то, специалисты, там трактуют то или иное событие, там французскую революцию, там возникновение европейских государств, там и так далее и тому подобное, там возникновение государств на американском континенте, и совсем не знаем новое время, абсолютно. То есть вот новейшая история, она является такой вот разменной картой политических элит. Вот так вот. Получается, чем дальше, тем виднее. Чем дальше, тем меньше остается каких-то вещей в истории, правда же? Но они уже точно настоящие. Уже сейчас трудно будет трактовать по-другому то, что было в древности, да? Да нет, не так. А как? Вот смотри, вот люди, вот ты говоришь там, что будут изучать там через 20 лет студенты и учащиеся. Это очень важно для государства, потому что если, так сказать, у народа есть свое осознание солидарного прошлого, то есть солидарное осознание, гомогенное, одинаковое, то, так сказать, тем более одинаково он себе, так сказать, делает вектор на какое-то будущее развитие. А у нас смотри, что получается. Вот, допустим, в истории Российской империи 300 лет дома Романовых. История поменялась концептуально всего два раза. Была Москва, Третий Рим, так сказать. Потом Уваровская концепция, самодержавие, православие, народность. Потом пришли к власти большевики. И вроде тоже так все просто. Там вся история делилась на пять общественно-экономических формаций. Ну, помнишь, да? Да, да, да. Учил же. Там базис надстройка, так сказать, вот был первобытный коммунизм. Потом было, так сказать, эксплуататорские государства. И, так сказать, мы пришли к социализму, который является промежуточной стадией движения коммунизма. То есть все в порядке. То есть вот правильно, неправильно. Но сложно каким-то. Да, 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 да. Но все очень просто для народа. То есть вот мы вот развивались именно так. Вот смотри, так сказать, как только большевики канули в лету у всех стран постсоветского пространства. Там была вот история СССР, появилась там история Литвы, Латвии, Эстонии, Молдовы. Один раз они поменяли концепцию. Молдаване? Не Молдаване, нет. Вот все, все. А вообще все. Молдаване, Лизы там, я не знаю, там Таджихи, Узбеки. Ну вот, вот, да. Да, один раз все поменяли. То есть они с этим не играются. То есть вот раз вот они сделали себе свою историю национальную. Все, на Украине, вот вздохни глубоко, на Украине четыре раза поменяли национальную историю. Нет, не обязательно. Вот четыре раза поменяли национальную историю в угоду политическим летом. Я тебе сейчас начну тут перечислять. Перечисляй. Запросто, смотри. Была такая вот телеологическая концепция. То есть она возникла в 91-м году на волне обретения независимости. Был у нас там такой вот историк, который, кстати, которому я в свое время вздавал в своем университете вспомогательные исторические дисциплины, Юрий Коннегин. Он написал в вестнике Академии наук Украины статью о том, что Украина является айкуменной человечества. То есть не было ни Днепра, ой, в смысле, извини, не было ни Египта там, не было ни Египта, ни Китая, да-да-да, ничего не было. Не было там, так сказать, людей в Африке, нигде. Вот с берегов Днепра человек пошел осваивать свою айкумену. Вот смело, правда? Да, да. Ну, вестник Академии наук, все это пришло в провинцию, все так посмотрели, каблуками щелкали, стали защищать диссертации на эту тему. Потом этот ажиотаж прошел, потому что, ну, там в Европе посмотрели, в России посмотрели, там везде посмотрели, так ухмыльнулись. Ну, понятно, там, то есть, так сказать, националисты рулят. Вроде в этот раз, так вот, при куче, все это успокоилось как-то. Появилась социоцентрическая концепция. То есть, вот Украина всегда была забитая, ее там гнобили татары, поляки, москали, деятели украинского ведроджения, три поколения, так сказать, стремились обрести свое государство, работали. И вот, наконец, оно, счастье пришло. Мы обрели независимое государство. Куда дальше двигаться, непонятно. Третья концепция. Это либеральная, при Ядуковиче. Я открываю учебник. Когда это было? По-моему, в 14-м году, кстати. Открываю учебник, новый учебник, так сказать, по новейшей истории. 11-й класс, по-моему, я уж не помню. Идет либеральная история, вроде там, как в CNN, все события изложены, там, потом, бах, померанчивая революция. Две строчки и биография президента Януковича на двух страницах с большим портретом. То есть, что сейчас у нас в истории, я не знаю. Ну, представляешь, вот за это время, какая каша в башке у наших детей. То есть, как они вот могут какое-то солидарное понятие о своем прошлом сложить. Понимаешь? То есть, у них настолько все разбросано, раскидано. То есть, вот вся научная история у них на уровне мифов. На уровне мифов. То есть, нет солидарного прошлого, нет единого народа. Нет единого народа. И, соответственно, никто не знает, куда двигаться дальше. Но сейчас, вроде так, вот ладно. Идем в Европу. Идем, так сказать, в цивилизованный мир. Но в учебниках по истории. Это вектор. Да. Но в учебниках по истории. А в этом ничего не написано. Вообще, собственно говоря, вот как оно возникает, это солидарное прошлое. Вот, ну, представь себе. Вот если бы ты там, допустим, у какого-то там в античности, у грека, у крестьяна спросил, вот что будет завтра? Вот, вот, вот как ты мне задал вопрос. Вот как, какое событие, вот, так сказать, будут помнить твои, твои внуки, там, правнуки и так далее, то, вот, вот, да. Он бы, пожалуй, плечами и сказал, парень, я не знаю. Все будет как прежде. Будет весна, будет осень, там, расцветут сады, родятся дети. Все будет хорошо. То есть событий как таковых, хороших, плохих, не останется. Но каждая нация, каждая нация, она вот акцентирует свое внимание именно на героике каких-то событий. Так сказать, Спарта, Спарта, так сказать, вот, в Спарте, допустим, там, 300 спартанцев, которые защищали термопильский проход, там, ну, там, дальше, дальше, там тоже, там, и так далее. Брестская крепость, там, Отечественная война, там, да, 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 вплоть до сегодняшнего аэропорта. Французская революция. Да, вплоть до сегодняшнего аэропорта в Донецке. Зачем это делается? Вот зачем это делается? Потому что это вот своеобразная такая психотропная таблетка. То есть вот оставлять героику, героику событий на случай, когда нация или народ, так сказать, попадет опять в какую-то кризисную ситуацию. Потому что, ну, вот кому захочется стоять в этом термопильском проходе или кому захочется защищать этот аэропорт? Тем более, что это люди были, воевали за деньги. Между прочим, а они наемники были в основном. Да, нет, но все равно, то есть вот они знают, что они их будут помнить в веках, они герои. Это у всех так. Здесь нет никакого тщеславия у защитников аэропорта или у защитников фермопильского прохода, там, у защитников Брестской крепости. Вообще никакого тщеславия. Они об этом не думают, но в позвоночнике это у всех сидит. Просто сидит. Да, обязательно сидит. Так устроен человек, это генетически, наверное. Конечно. Вот так подспудно. Да, да. Это обязательно будет. Ну и вот ты вот меня спрашиваешь. Вот смотри, у нас в основном вся история, вся история, она у нас устроена как? Экономика, экономика, культура, ой, в смысле политика, внутренняя и внешняя, там культура. То есть вот там вот, грубо говоря, так сказать, по таким блокам. У нас она вертикальная, никто горизонтальными вещами не занимается, никто не занимается историей дворников, никто не занимается историей адвокатов. Нет, ну может узкие специалисты какие-то там брошюрки пишут. Нет, ну пишут, конечно, там историю бухгалтерского дела. Нет, мы говорим о горизонтальных связях, о горизонтальных связях. Есть история торговли. Ну понятно, понятно. Между людьми, вот допустим, там в Николаевской общине. Мы когда-то это, а не когда-то, а 9 лет назад Слебарова выпустили книжку такую, знаешь, там Николаев 220, 220-летие Николаева. И мы там попытались это сделать, то есть показать вот эти вот горизонтальные связи в общине. У нас это получилось, получилось, но получилось настолько примитивно, настолько примитивно, потому что по одной простой причине, очень большая нехватка исторических источников. А какое время вы брали? От основания города. От основания города 220, это, прошлое причины. Да, да, да. От основания города до, так сказать, сегодняшнего дня. Там, так сказать, все губернаторы, там все эти зеленые атаманы, которые тут, и так далее. То есть там есть хронология вертикальная. Но в основном там прослеживаются именно горизонтальные связи между людьми. И в принципе, и мы так уже потом, когда все это устоялось, там, ну книжку хвалили, там хлопали в ладоши, все это устоялось, мы поняли, что такую книгу написать невозможно. Невозможно. Зато, зато, самый лучший резервуар исторической памяти, это художественная литература. Согласись? Посмотри, вот ты историю Франции, там, 16 века, изучаешь по днем Атрии мушкетюра, да? Ну хорошо. Подожди. Да, да, да. Подожди, смотри, вот наполеонские войны по войне и миру, там, и так далее, там, японскую войну по порту Артуру. Ну, они ж писатели, твои коллеги, будем так говорить, они же, так сказать, пристрастно трактовали те исторические истории. Ничего подобного. Что, объективно? Это я могу просто доказать. Вот смотри, Алексей Толстой писал Петра Первого своего. Прежде чем написать Петра Первого, он перешерстил все, весь летописный свод Древней Руси, весь. То есть, вот, если ты помнишь содержание, вот, вместе с его героями заходишь в эти боярские палаты. Понятно. И наши современники ведь тоже самое делают. Да, они говорят не все. Они говорят там, вот, на языке тех людей. Есть билетристы, есть у нас Пикуль, да? Да. Вот там такого нету, потому что он билетрист. Он в основном, у него там все кинематографично. Понятно. Да. Вот скажи, пожалуйста, я хочу так немножечко тоже, вот, какое самое важное событие за последнее, допустим, после 2000-го года. У нас в Украине это трудно даже себе представить, что кто-то будет сомневаться, что это Майдан. А с чего ты взял, что это Майдан? А что именно? Я не знаю, что. Ну как, не знаю, что. Вот смотри, ладно, ты говоришь Майдан, он проходит 200 лет, проходит 200 лет, мир меняется, да? Мир меняется, что там будет, может, вообще не будет государства, может, его вообще не будет. Ну ладно, грубо говоря, если вот, так сказать, цивилизация остается. Зиколитики. Сколько этих Майданов, сколько этих Майданов, сколько этих Майданов было в каждой стране. Возьми там Псковскую, Новгородскую республику, там миллион этих Майданов было. Кто их помнит? Вот кто их помнит? Ничего подобного. Знаешь, почему не Майдан будет? Я вот тебе еще раз объясню. Вот не что, а как. А как? Потому что человек, человек тянет за собой из прошлого в настоящее только хорошее. Потому что он не может думать о плохом. Никогда только хорошее. Вот расцветут сады, родятся дети, все будет хорошо. Давай, вот давай сейчас из нынешнего времени, из последних десятилетий, раз только хорошее, давай выбирать сейчас самое хорошее, что было у нас на Украине за эти последние десятилетия. Ты можешь выбрать или нет? Я, конечно. Скажи. Говорю открытым текстом. Самое хорошее, самое хорошее, вот я не знаю, со мной там многие телезрители не согласятся, то, что в Украине подавляющее большинство населения считает, что мы должны жить в отдельно взятой независимой стране. То есть появился, появился украинец. Вот, вот это вот распад Советского Союза, это никуда уже не денешься, это останется в истории. Да, 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 ностальгия, она прошла. Вот ностальгия прошла. То есть появился новый человек как таковой. Знаете, вот уже нет, вот, все смотрят, так сказать, на СССР, на Советский Союз, как на империю. Никто не хочет туда возвращаться. Несмотря на то, что там, да, там было хорошо, можно было, так сказать, взять билет в Николаеву. Да все понятно, да. Улететь там во Владивосток. Ну и так далее, образование. Да, слетать в Москву там за три копейки и вернуться обратно там. Все было здорово. Там колбаса 220 знаменитая, там и так далее. Но, по-моему, вот именно появление нового человека, это самое важное и позитивное, что мы обрели вот за это время. Вот это очень важно. Почему? Потому что мы же сейчас наблюдаем за среднеазиатскими бывшими республиками, что там происходит. Там точно тоталитаризм. И если уже говорить о том, что хорошее сейчас, я откровенно, я не буду льстить современным правителям, я не буду льстить современному обществу, я журналист. Но я ощущаю все-таки какую-то свободу. Не свободу. Я бы полностью был свободен, если бы у меня было много денег. Тогда совершенно свободен. Но вот сейчас... Считаешь, что свобода в деньгах? Да, может даже это, да. Вот точно. Я не зависим ни от кого. Я не думаю... Самое главное, я буду здоров. Почему? Потому что я не буду думать, что я буду есть через несколько лет. Вот в чем дело. Поэтому я уверен, что будущее у меня будет. Вот в чем дело. И если... Я считаю, что... Ой, а может я неправильно, я не имею права на это дело. Но мне кажется, исторические события, хорошие, о которых говоришь, это когда коснулось это событие каждого человека в стране. Вот каждого. Понимаешь? Вот Майдан коснулся каждого человека в этой стране. Ну, я так не считаю. Как ты считаешь, пожалуйста? Я не считаю, что Майдан коснулся каждого человека в стране. Очень много... Очень много инертного населения, которые вообще не понимают, не знают, не хотят. Которые... Да. Которые живут... Вот... Хочешь, я тебе приведу пример? Я прошу прощения, что я тебя перебил. Когда проходил Майдан, а это было три с половиной года назад, зимой, да, я лежал в больнице в хирургическом отделении. Это очень такое тяжелое, жуткое все такое дело, потому что там чик-чик-чик делают. Вот. Вот. И вдруг это произошло. Мой собеседник, ну, сожитель по палате, так сказать, у него телевизор, и он... Закамерник. Закамерник, да. Он все время смотрел телевизор, потому что ему было больно. Я уже насмотрелся через телевизор на этот Майдан столько, и вдруг выясняется, что я, заключенный хирургами в этой палате, живу вместе со всей страной. Но не только через телевизор. Оказывается, этот парень, сам дальнобойщик, к нему приходят ребята, его коллеги-дальнобойщики, да, и рассказывают, как они ездят в Киев, возят тетушек отсюда туда, на Майдан. То есть все равно, уж совсем люди, которые не должны и касаться этого дела, они об этом знали, они это переживали. Хорошо это или плохо, я не знаю. Ну, понимаешь, ты вот, я просто боюсь сказать риска, вот подобное рассуждение, вот хорошо, плохо, там, это вот на уровне... Ну, не историческое, я в этом смысле дилетант. Ну, это на уровне вот ротовой полости, там, пищевода прямой кишки, понимаешь, вот тогда было хорошо, тогда было это, вот нужно много денег, вот я буду свободен, там, и так далее, и того подобного. Это неправильно все. Вот смотри, кто-то, кто-то там лежал, там, в такой же палате кого-то резали, полетел в космос Гагарин. Тоже там все зафлопали, это тоже, так сказать, все крутили там, радиоприемники слушали там. День победы, там, когда победовали, то же самое. То есть вот таких вот точечных событий, точечных событий, которые, так сказать, на эмоции воздействуют, они, собственно, происходят каждый день. То есть адреналин вбрасывается, там, или выбрасывается. То есть вот, может, даже в кино, ты вот рассуждаешь об истории, как о кино, вот ты вот идешь в кино зачем? Для того, чтобы сопереживать, потому что там целительно. Небольшие, так сказать, вбросы адреналина, они вообще целительные. Вот ты смотришь «Белое солнце» пустыней, ты сопереживаешь там, этому красноармейцу Сухову, там, т-т-т-т-т, выходишь там, уже вроде здоров. То же самое вот ты вот сейчас сказал по поводу Майдана. Да-да-да-да-да-да, все, прошел Майдан, пустота. Нет, одну секунду, я все-таки немножко здесь не согласен. Вот почему. Смотри, вот отменили крепостное право тогда в свое время. Смотрите, раз, и фамилию называют человека, в истории осталась эта фамилия. Вот прошел этот Майдан, прошел, он все равно останется в истории. Почему? Потому что дальше жизнь и политическая, и нравственная, какая угодно жизнь, и руководителей страны пошла по-другому. По-другому вот почему. Потому что сейчас каждый, вступающий на высокую должность, думает и помнит о Майдане. И это будет, наверное, на века. Я сильно сомневаюсь. Я не просто сомневаюсь, я категорически не согласен. Категорически не согласен по одной простой причине, что много революций, много последствий революций. Все революции пожирают своих детей. Я могу там... Да, ну да, я хочу сказать, все революции оборачиваются, так сказать, реакцией. Даже отмена крепостного права обернулась реакцией времен Александра Третьего. Так сказать, сегодняшний Майдан, так сказать, он внешне, он внешне нас отбросил, вот, так сказать, в лихие 90-е, грубо говоря, то, что касается правовой защиты населения. То есть он нас просто отбросил, не поменялась ни экономическая модель, не поменялось качество жизни. Собственно говоря, ничего не поменялось. Но я с тобой солидарен в одном, то, что люди стали более гомогенны, то есть они более одинаковые стали. Более одинаково стали относиться к своей строению, не как к временному явлению, а как к нормальному, жизнеспособному, государственному образованию и этническому сообществу. Понимаешь? То есть вот в этом плане, то есть мы стали отдельной страной. В этой стране надо еще много всего делать, много всего делать. В этой стране, так сказать, немеряно работать для всех, в том числе и для политических элит, там, надо создавать средний класс, надо что-то делать там со стариками, там, с пенсионными реформами и так далее, и тому подобное. Тут можно перечислять бесконечно, понимаешь? И тут можно перечислять бесконечно. Но мы с тобой ушли. Хорошо, если бы... От истории ушли. Да. Но мы, так сказать, не в теоретическом уроке, мне просто хотелось сказать, как исторические факты. Что останется, да? Да, что останется, как они влияют на судьбы людей. Окей, вот мы уже закончили эту беседу, ты хорошо подвел этот конец. Хорошего все-таки больше в жизни, чем плохого. Конечно, и мы хорошее будем кинуть за собой. Хорошо, вот давай, спасибо. Я тебе скажу за это дело. Дай Бог, чтобы... Давай тебе спасибо. Чтобы у нас все в жизни было хорошо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!